Всем привет! Это четвертый мастер-класс от меня и Алексея, меня зовут Иван, мы представляем сервис грузоперевозок везетсем.ру и в своих мастер-классах рассказываем все о маркетплейсах, онлайн-бизнесах, где все построено с двух сторон. В первом мастер-классе мы рассказали, что такое маркетплейс, во втором мы рассказали, что такое внутренний маркетинг, в третьем мы рассказали, что такое продуктовая аналитика, что мы используем, что вам нужно в мере, что действительно важно. Наш четвертый мастер-класс наверное будет самым коротким, но при этом одним из наиболее важных. Итак, вы построили мастер-класс, фу, маркетплейс, вы нагнали пользователей, вы отлично выстроили все каналы, они любят вас, они совершают сделки, вы проводите транзакции, а теперь как все это сопрягается с российской юридической действительностью. На каком основании вы в принципе берете деньги, кто вы, какую роль вы можете играть, что вам нужно сделать, в зависимости от типа пользователей и многое другое. Алексей, давай расскажем, в принципе, самые вот основные проблемы, с которыми сталкивается вот абсолютно любой маркетплейс в России. Да, собственно говоря, если вы работаете на таком массовом, опять-таки, маркетплейсе, маркетплейсы будут разные, возможно у кого-то это нет проблемы, да, но в целом надо учитывать одну вещь, это, собственно говоря, как это все юридически запаковать, то есть есть много примеров, когда люди создают маркетплейс, там что-то работает, но оно пока работает, вот, но, как нам кажется, рано или поздно российские там власти, налоговые, они займутся этой темой и попробуют это все дело легализовать. Какие есть проблемы, про которые надо заранее думать, прежде чем вы делаете маркетплейс, потому что, возможно, просто не получится его сделать легальным, а нелегальный маркетплейс в России, ну, он рано или поздно закроется. Есть много сейчас скандальных примеров с Uber, да, например, когда они их обязали использовать только лицензируемых водителей, вот, это тоже такой вот пример, да, когда… И давать всю информацию, они вынули всю информацию за последний месяц. Не может такси быть нелицензируемым, да, в этот вид деятельности лицензируемым, они там используют посредников, хитрые схемы, вот, но так или иначе это риски, притом это серьезные риски, против которых нет приема, ни аналитика, ничего не поможет, ни маркетинг. Что надо учитывать? Во-первых, у нас по закону частные лица не могут оказывать коммерческие услуги. Как правило, половина пользователей таких масс-маркетплейсов, маркетплейсов – это частные лица, и вы должны думать, как их завернуть в правовую основу, при этом, чтобы их не потерять. Есть примеры, то есть, когда вы становитесь их налоговым агентом, оплачиваете 13% НДФЛ за них, и не только там, в принципе, другие налоги оплачиваете, вот, и подаете отчетность, и все это как бы дополнительные сдержки, которые необходимо закладывать, 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 закладывать. Давай переведем пример на примере «Везет всем», да, то есть, насколько рынок у нас в этом плане структурирован. Мы работаем в грузоперевозках, рынки, где порог вхождения минимальный, ты покупаешь «Газель», даешь объявление, ты на рынке. И недавно вот мы задались вопросом, а давайте пройдемся по базе, сколько у нас людей, которые действительно могут легально осуществлять эту коммерческую деятельность? Да, у нас где-то 50 на 50, 50% участников, 50% либо они информированы как ЭП, либо как ООН, там компании различные. Собственно говоря, с компаниями это понятно, как работает, с участниками тут есть несколько вариантов. Первое, мы идем у них обоих как агент, тут очень важно как бы определиться, кто ты по масти. Мы очень часто слышим от многих маркетплейсов «Я информационный посредник, я ни за что не отвечаю». Тот же самый Uber огромными буквами в своей оферте сейчас написал «Я ни за что не несу ответственность», то есть он возит людей, но при этом ни за что не несет ответственность. Ну как бы поверьте, это до первого случая, до первого случая, потому что не важно, что ты пишешь в оферте, важно, что написано в законе. Вот, и здесь очень много таких юридических моментов есть. Мы, например, идем как агент, то есть мы транслируем перевозчика полностью и с участниками у нас есть тоже два варианта. Первое – платить за них все налоги, брать их как бы на, условно можно сказать, брать на работу их, да. Второй момент – идем как агенты, но поскольку агент не отвечает за, собственно говоря… Качество услуги, которое выполнено, какие-то последствия… За юридическую форму, за юридическую форму перевозчика, да, то есть это как бы конкретно проблема частного перевозчика, почему он оказывает коммерческие услуги, вот. Такая схема не самая лучшая, вот. И мы часто стараемся все-таки пропагандировать за то, чтобы открывали ИП, открывали ООО и работали легально, платили полностью налоги. Потому что мы-то со своей стороны платим все налоги, вот. И стараемся подводить все это под договор. То есть маркетплейс редко когда пойдет как информационный посредник, откидывайте эти мысли, потому что ну не будут вам там люди прямо платить за это деньги, да. Особенно если речь идет о больших суммах. Да, давайте на примере вот B2C и B2B. Это же две абсолютно разные истории, особенно на нашем рынке очень интересные. Почему вот невозможно на самом деле быть маркетплейсом хорошим для B2B перевозок, если вы не успеете… То есть какие-то там псевдобумажки, псевдогарантии, это все не то, то есть вы должны реально заключать договор на перевозку на сервисе. Вы должны понимать, что есть оферта, есть нормальный договор, который надо подписать по ИЦП, который четко регламентирует, где обязанности и права каждой из сторон. А необходимо, чтобы этот договор заключить, вам необходимо иметь полную информацию, ну в нашем случае, например, нам полную информацию о перевозчике надо иметь, чтобы подставить все его параметры и реквизиты четко в договор. И вот только с таким договором, где все прописано, мы идем как агент, все-все-все расписано, зачастую мы как бы подписываем их по ИЦП, не только офертой. ИЦП – это электронная цифровая подпись. Да, удается проводить, как мы их называем, безопасные сделки, это когда мы всю сумму принимаем на себя, то есть понимаете, никто не заплатит вам всю сумму. И вот тут мы подходим, получается, к самому интересному, да, то есть как это звучит, это очень страшно, нужно выбрать ответственность, а зачем? В принципе, почему, вот главный вопрос, который я думаю у многих возникает, слушайте, а чего вы паритесь, ну будьте вы информационным посредником, ну будут какие-то проблемы, в чем цимус для маркетплейсов, почему вот они начинают, наоборот, какой плюс они получат, если будут брать на себя максимум ответственности? Доверие, лояльность пользователей. И возможность транзакций. Возможность транзакций, да, проводить деньги через себя, это очень важно для маркетплейса, и проводить их желательно побольше через себя. И здесь еще надо понимать, что это все хорошо до первого случая, то есть произойдет первый конфликтный случай, должны как бы, должна быть нормальная документация под это все. Поэтому, то есть прежде чем заняться маркетплейсом надо понимать, как это будет юридически устроено, надо понимать, как вы будете работать с частным сектором. Необходимо понимать, кто вы будете, агент, исполнитель, да, то есть вы можете идти как, мы можем, у нас есть схема, когда мы идем непосредственно перевозчикам, да, есть схема, когда мы идем агентом, Есть схема, например, одна фриланс-биржа, я ее вначале использовала, когда транзакцию проводил банк через себя, открывая аккредитив. Но эта схема очень сложная по оформлению, по издержкам и по нам так она не масштабируемая. А если вы хотите зарабатывать на маркетплейсе, проводить через себя деньги, вы должны это все завернуть в какую-то легитимную такую основу. И этот очень важный момент, надо понять, кто вы конкретно как маркетплейс, как юридическое лицо, которое обслуживает маркетплейс в этом, во всей юридическом этом договоре, и какую вы ответственность готовы на себя брать. Надо сказать, что ответственность надо не бояться брать, единственное, что вы должны правильно диверсифицировать риски, использовать там, возможно, где-то там страховые компании, если ваш маркетплейс позволяет страховаться от каких-то случаев. Но у нас как бы страна с таким быстрорастущим рынком, меняющимся, он молодой у нас, трансформируется, и здесь можно занять определенную сферу, если в том числе и юридически вы будете защищены и будете оказывать людям определенный сервис. Сейчас наша основная цель в плане «Везет всем» мы стараемся каждую перевозку подводить под договор, где все четко прописано, все легитимно, с этим договором люди могут пойти в арбитраж, в случае каких-то конфликтных ситуаций, понятно с кого и за что спрашивать. И все вместе это дает определенный сервис, это определенное качество услуг для людей, легко это сделать в нашей правовой системе? Нет. Скорее всего, придется брать ответственность. Готовы вы брать ответственность? Ну решать вам. Ну на самом деле все, единственное, что я могу добавить, что если вы будете делать маркетплейс, который работает в нескольких странах, то, скорее всего, в каждой отдельной стране у вас будет отдельная история. Это ну так… Спасибо, это был четвертый короткий мастер-класс о том, что перед тем даже, опять же, как начать делать маркетплейс, вы должны понять, кто же вы такой. Вы просто площадочка, вы агент, или вы полноценный исполнитель, который наберет на себя с одной стороны всю ответственность, а с другой стороны принимает на себя всю сумму сделки, что тоже влечет огромное количество бонусов. Я надеюсь, что мы с вами увидимся не последний раз. Наша короткая серия в четыре мастер-класса на этом завершена. С вами был я и Алексей, пользуйтесь vz7.ru, мы клевы, всем пока!